Этих ребят объединяют несколько вещей. Нарушение слуха, интересные каникулы и новый навык. Каждый из них теперь маленький мастер в гончарном искусстве. Освоить ремесло они смогли в лагере при школе народного мастера Алтайского края Михаила Бывших. Финансирование проекта помогла грантовая поддержка движения первых. На протяжении пяти дней ребята пробовали разные техники работы с глиной. Лепка на гончарном круге, ручная лепка и не только. Мне очень сильно нравится. Особенно лепка. Вообще я обожаю лепку. Я даже дома вообще люблю. Обожаю прям. Какой ты ее видишь в конце, свою тарелку? Какая она будет? Ну, она у меня будет оранжевая, вся оранжевая. И все? Никаких точечек, никаких кружочков? Ну, не, не. Специалисты говорят, что такие занятия помогают детям выражать и оформлять свои чувства, развивать фантазию, мелкую моторику. А еще легче справляться со стрессом и замкнутостью. Эту вещь можно использовать. Не просто поставить для красоты. Это можно использовать на кухне, это можно где-то еще использовать. То есть это действительно, это сделано своими руками. Это очень важно в настоящее время, это как сейчас происходит потребительство, да? Ребенку показать, что важно что-то сделать своими руками и подарить. И это будет выглядеть достойно, дорого и приятно. Пять дней, пять изделий, которые ребята смогут забрать домой. Кружки, кувшины, блюдца. И, возможно, для кого-то из этих ребят гончарный лагерь станет первым шагом на пути к делу всей жизни. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Еще.